Всем привет, Blender 2.8. Погнали теперь в этом ролике объединим то, что было в прошлых и попробуем создать примитивного какого-нибудь болванку, какого-нибудь персонажа. Можно сделать совсем попроще, но давайте скелета. На скелете можно рассмотреть больше вытягиваний, полигонов, ребер и так далее. Закрываем вот этот баннер, левая кнопка мыши и вот у нас куб и с ним будем работать. Зажимаем shift, колесико и вот так вот передвигаем. Переключаемся в edit mode и попробуем теперь с этим делом поработать. Так, это будет голова скелета. И что можно сделать? Нажимаем shift D и дублируем куб. Вот так вот. Опускаем его вниз, щелчок левой кнопки мыши. Переключаемся на ротацию типа Gizmo. И вот так всё это дело можно сплюснуть. И вот так всё это дело подкорректировать. Вверх поднять. И колесико зажимаем, можно вертеть. И вот здесь вот теперь сбоку немножко вот так всё это сплюснем. Можно переключиться на верхний куб. И теперь его можно тоже сплюснуть. Ctrl-Z. Включим show X-Ray. И опять же B. И вот так вот всё это дело выделим. Следом всё это тоже можно сплюснуть. Также можно использовать клавиши. Но пока будем работать Gizmo. Это привычнее. Это для понимания, по-моему, даже лучше. Вот так немножко можно тут понаклонять. Если вы что-то зацепили или сделали не так. Ctrl-Z. Ctrl-Z. И если зацепили, вот вершины вы захватили выделением. То можно нажать Shift и отключить вот эти вот вершины. Так, вот такая заготовка получается. Всё прикольно, всё классно. Как ещё можно работать с этим делом? Это можно работать, добавить лупы. Включаем Loop Cut. Находим ребро. Зажимаем левую кнопку мыши. И тянем куда нам надо. И вторую точку также делаем. Вот так. И ограничим именно зад. Это поставить вот где-то вот на эту точку. Отключаем Loop Cut. Переключаемся на полигоны. Выделяем полигон. Именно вот этот. Раскакивает он через него. Отключаем тогда Show X-Ray. Нажимаем полигон. И нажимаем E. И можно вытягивать вот таким вот образом челюсть. Это вот такой вариант. Всё это возвращаем в Ctrl Z. На шаг назад. Ну и теперь давайте поработаем с добавлениями. Чтобы уже не дублировать. Дубляж понятен. Нажимаем Shift A. И выбираем куб. Он проецируется именно вот где у нас точка. Вот этот центр стоит. Туда он и появляется. Ну и опять же ротация типа Gizmo. Опускаем вниз. Колесико зажимаем. Перекручиваем. Опять подставляем куда нам надо. Здесь будет шея. И можно всё это делая. Вот так вот. Зажимая колесико. Перекручивая. И тянем квадраты на Gizmo. На ротации. И делаем позвоночник. Вот теперь он нам ещё понадобится. Здесь можно сделать Shift D. И его вот так вбок оттянуть. И пусть тут повисит. Переключится клавиша B. Выделяем именно вот этот. Снимаем выделение левой кнопкой мыши. Нажимаем клавишу B. И вот так выделяем нужный позвонок. Перетаскиваем так. Ctrl Z. Вот это вот никак не привыкну. Нужно включать в Show X-Ray. И опять же B. И опять же всё теперь выделяется. И можно без проблем вот так всё это дело передвигать. Близко к шее не надо ставить. Немножко оттянем. И немножко можно вот так её вытянуть. На нонпаде нажимаем ракурсы. И можем вот так вот смотреть с разных сторон. Где и что и как находится. Здесь вот можно теперь опускать, подгонять. Где-то подтягивать. Ну близко не надо. Вот таким вот образом. Всё. Шея установлена. И будем делать наверное одну сторону. А потом сделаем мир. Тем более это болванка. Ничего серьёзного. Потом всё это будет переделываться. И так далее. Опять же переключаемся на луп Кут. Находим ребро боковое. И опускаем вот этот луп. Толёсико зажимаем. Вот вы видите что он отбил нам квадрат. Следом что можно сделать. При включенном в шоу X-Ray. Нажимаем B. Выделяем вот эти вот полигоны. И можем их уже с ними работать. Где-то вытянуть. Где-то ещё добавить какие-то углы. Сбрасываем левая кнопка мыши выделения. И выделяем. Включаем полигоны. И будем работать с одной стороной. Вот с этой наверное. Нажимаем E. Экстрадируем. Вот так. Опять же переходим в луп Кут. Зажимаем ребро. Находим. Делаем квадрат. Устанавливаем луп. Отключаем теперь селект бокс. Переключаемся. Опять же снимаем выделение. Левая кнопка мыши на свободном поле. Так. Включаем опять же полигоны. Опять левая кнопка мыши. Щелчок. И E. Экстрадируем. Вот так. Снимаем выделение. Щелчок левой кнопкой мыши. Опять заходим в луп Кут. Опять находим ребро. И вот так все это дело устанавливаем. Переключаемся на селект бокс. Левая кнопка мыши. Щелчок. Опять переключаемся на полигоны. И выделяем вот этот полигон боковой. E. Нажимаем. До конца не надо. Где-то до середины. Щелчок левой кнопкой мыши. Если вы не дотянули. То Ctrl Z. Ctrl Z. И опять же E. И вот так вот. До нужной точки. Вот таким вот образом. Следом можно все это дело продублировать. Взять вот этот куб. И из куба сделать ребра. И просто подставлять. Дублировать. Shift D. Ну давайте. Попробуем вытягивать полностью. С этих частей. Теперь. Включены полигоны. Надо вот уменьшить здесь. Полигон. Сейчас я отключу пока. Show X-Ray. Чтоб видно было. Вот большой этот слишком полигон. Можно взять. Опять же. Loop Cut. Найти вот эту полосу. Вот так ее. Еще отбить. Наполовину. И попробовать теперь. Опять же переключиться на полигоны. На. Select Box. Выделить полигон. И E. Опустить его вниз. Вот так. Чуть-чуть пониже. Вот висит у нас здесь предмет. Subtool. Как можно его убрать, чтобы он пока не мешал. Выделяем его и жмем H. Так. Ctrl Z. Жмем. Ctrl H. Нет. Он выделился не полностью. Опять же. Как убрать предмет вот этот, который висит? Ну, чтобы он не мешал. Включаем. Включаем Show X-Ray. Жмем B. Выделяем полностью вот этот Subtool. Примитив. И нажимаем H. Всё. Мы его скрыли. Но он находится тут. О нём надо не забыть. Чтобы он появился, нужно нажать Ctrl H. Пардон. Alt H. Немного ещё путаюсь. Нажимаем Alt H. Он появился. Нажимаем H. Он исчез. Всё. Он нам пока не нужен. Давайте поработаем вот с этой моделью. Выбираем опять полигон. И немножко опять его экстрадируем. Вот так. Снимаем выделение левой кнопкой мыши. Выделяем полигон. И его экстрадируем. Уже немножко поменьше. Ctrl Z. Назад, если не дотянули. И опять же E. И где-то вот. Наверное, вот до этой части. Чуть-чуть не доходя до края. Снимаем выделение. Продолжаем делать лупы. Выбираем ребро. Подтягиваем луп. Снимаем выделение. Переключаемся на Select Box. Снимаем выделение. Опять полигоны. Опять включаем полигон. И жмём E. Это тоже до конца не доводим. Будем идти на понижение. Снимаем. И опять же добавляем луп. Луп Кут. Выбираем ребро нижнее. Вот это длинное. Ставим луп. Переключаемся на Select Box. Снимаем выделение. Опять же на полигоны. Выделяем полигон. И вот таким образом. Опять E. Но этот чуть-чуть уже можно подальше. Снимаем выделение. И вот такая штука происходит. Чтобы дальше опять не продолжать то же самое. Можно сделать вот как. Нажимаем B. Делаем копию. Вот так. И делаем Shift D. И всё это дело перетягиваем. Вот так. Следом нажимаем S. И немножко уменьшаем. Нажимаем G. И немножко перетягиваем. Ну и можно ещё раз Shift D. Вот так это всё дело продублировать. Установить. Нажимаем S. Немножко дцела уменьшаем. И G. Г английская. Чуть-чуть устанавливаем. Вот уже ребра получились. Снимаем выделение. Всё прикольно. И вот здесь теперь нам нужно куб. Нажимаем H. Так, пардонте. Нажимаем Shift A. Выбираем куб. Добавляем куб. И опускаем его с помощью ротации. Вот таким вот образом. Зажимаем Shift. Колёсико на мышке. И вот так вот переносим по экрану. Чтоб видеть всё это дело. Колёсико крутим. Это всё прибавляет, уменьшает. Следом всё это дело уплотняем, отодвигаем. Немножко ещё подгоняем. Ну, вот так где-то подставим. Опять же Shift зажимаем, перетягиваем. И колёсико поднимаем. Всё это дело. И нужно вот теперь таз как-то наметить. Ну, квадратно он не катит. Опять же добавляем лупы. Отбиваем вот так вот луп по центру. И отбиваем два лупа. Точнее можно даже один. Ctrl Z. Потому что мы будем работать зеркально. И отбиваем ещё один луп. Так, ну и второй на позвоночник, наверное, пустим. Вот здесь вот добавим его, чтобы вытянуть. Снимаем выделение левой кнопкой мыши. И теперь можно пройтись по вершинам. Выделяем одну вершину, зажимаем Shift, выделяем вторую вершину. И следом берём опять же ротацию гизма. И вот так всё это дело можно отнести вбок, вверх. Снимаем выделение. И переключаемся теперь на полигоны. Полигон выделяем. Нажимаем E. И вверх его экстрадируем. Следом B английскую нажимаем. Можем это всё дело выделить. И с помощью гизма вот так вот подогнать под наше тело. Вот так вот. То же самое можно проделать с верхней частью. Как-то её косиной сделать. Но это уже не принципиально. Нам нужна болванка. На какие-то детали можно не смотреть. Так. А у нас же висит заготовка. Заготовка. Нажимаем теперь Alt-H. Она появляется. Вот она. И с помощью гизма. Мы её вот так вот вниз опускаем. Немножко её можно вытянуть. И подогнать где-то вот сюда подставить. Добавить теперь Loop. Вот сюда переключиться на Show Select Box. Включить полигоны. И выделить полигон. И нажать E. Экстрадируем. Тут с ногой то же самое. Можно её поделить. И немножко подогнуть. Там как-то изменить. Но опять же это нам не принципиально. Так. Что ещё можно сделать. Выделить колено. Опять же находим. Ставим Loop. Вот так. Переключаемся на полигоны. Нажимаем B. Выделяем все полигоны. И нажимаем Gizmo. И можно это всё дело вот так вот. Опустить. Снимаем выделение. B. Английское. Выделяем полностью ногу. И подставляем её к нашему скелету. Низ у нас уже отбит по полигону. Мы его выделяем. И жмём E. Экстрадируем. Вот так. Вот такая штука получается. Shift зажимаем. Можно перегонять. Вот такие вещи можно делать. Так. Ну и надо руку теперь добавить. А потом уже зеркалку сделаем. И всё. Так. Зажимаем Shift A. Английское. И добавляем опять же куб. Будет у нас персонаж кубический. Исторический. И немножко вот таким вот образом опять же подготавливаем заготовку. Ту заготовку можно было конечно ещё продублировать. Ну мы сделаем новую. Пока шоу X-Ray отключу, чтобы виднее было. И вот так всё это дело уплотняем. Колёсико крутим. И вытягиваем руку. Всё это дело переносим пока вот сюда. Прибавляем колёсико. И давайте опять добавим Loop. Вот таким вот образом добавляем Loop. Переключаемся на Select Box. Включаем полигоны. Опять же включаем полигон. И делаем E. Экстрадируем в бок. Выделяем теперь B. Выделяем полностью полигоны. Руку. И с помощью Gizmo подставляем вот сюда вот так. Смотрим со всех сторон. Чтобы он стал нормально. Немножко его делаем тоньше. и здесь немножко его утончаем. Ну вот так как-то он стыкуется. Можно его приблизить поближе. И можно даже немножко вот этот полигон для прикола поднять. Верхний выделяем. Жмём E. И немножко так. Типа плечо. Кость плечевая. Ну вот такой получился такая болванка скелета. В принципе для рассмотрения всех действий он подошёл. И простенько. Всё с кубами. Также можно использовать Shift-A. Использовать торус, цилиндр, план и так далее. Это в зависимости от вашей модели. Но всё начинаем с простейшего. Вот такая модель. И теперь давайте зайдём в гаечный ключ модификаторы. Выделим полностью. Нажимаем B. Выделяем нашего персонажа. Заходим в этот модификатор и нажимаем Miro. Смотрим по какой оси. Вот такой центровой получился гражданин. Нажимаем теперь Object Mode. Смотрим на нашего персонажа. Ай, ничего так получился. Всё просто. Кубы тянем, вытягиваем, ребра подгоняем, вершины корректируем. Ну вот такой, такая простейшая болванка пока. Пока первая. Потом будем уже усложнять, усложнять и делать более такие человеческие болванки для персонажей, позы. Словом, будем изучать Blender дальше. Всё, всем пока, до свидания. Лайк, дизлайк, как обычно.